В республике реализуют 39 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в правительстве Башкортостана. В регионе сейчас работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который является оператором всех мер федерального и регионального уровней. Во всех муниципалитетах поддержку ветеранам и их семьям оказывают 97 социальных координаторов. В Стерлитамаке, Сибай, Нефтекамске и Уфе открыты специальные центры. Реализуется план мероприятий по оказанию содействия семьям бойцов. Также из республики на новые территории и к линии боевого соприкосновения ушло 119 автоколонн, поставивших порядка 8 тысяч тонн грузов. Для нужд бойцов переданы 766 автомобилей, в том числе 18 бронированных Уралов для войск Росгвардии. Сотни тепловизоров, прицелов ночного видения, раций, квадрокоптеров и антидронных ружей. А также тысячи кубометров пиломатериалов, экипировка и так далее. Те ресурсы, которые нам удается наращивать, конечно же, они нам в первую очередь, начиная с 2002 года, понадобились и для того, чтобы мы поддержали наших участников специальной военной операции, членов их семей. Колоссальные средства также направляются из бюджета республики на восстановление наших новых территорий, наших подшефных новых территорий. Помощь у нас оказывается, помощь оказывается как участникам, так и семьям. Порядка 7 миллиардов рублей было направлено, даже 7,5 было направлено из бюджета республики Башкортостан на эти цели. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенные в Башкортостане, также активно включились в задачи СВО. Они нарастили выпуск продукции в рамках гособоронзаказа в полтора-два раза. Продолжение следует...